Друзья, сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему, какая наша тема конференции сегодня? Тема конференции «Приоритеты». Я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня быстро пробежались и название моей проповеди «5 фактов о приоритетах» или «5 facts about priorities». Как вы думаете, друзья, я вначале назову первый факт, если вы записываете, уже можно. Он звучит так. Я не анализирую мои приоритеты, пока я не почувствую последствия. Скажите, пожалуйста, честно, кто ехал на конференцию и узнал, что тема конференции «Приоритеты» и вы начали анализировать свои приоритеты? Поднимите руку. Я так и знал, даже не расстроился. Знаете почему? Потому что первый факт – мы не анализируем свои приоритеты до тех пор, пока мы не почувствуем плохие последствия. Или еще можно сказать, как часто мы размышляем о приоритетах. Следующий вопрос – когда это было в вашей жизни последний раз? Когда вы лично размышляли о своих приоритетах. Правда, мы верим, что у нас все правильно, более-менее нормально и с приоритетами все в правильном порядке. Можно добавить, что хорошие проповеди, советы мало что меняют. Иногда у нас еще часто остается мнение о проповеднике. Классная была проповедь или неудачная. Но чтобы по-настоящему анализировать приоритеты, мы на это мало берем времени. Итак, первый факт. Нам нужно осознать и признать, что мы, люди, свои приоритеты в жизни не анализируем. О них не думаем до тех пор, пока не придут в нашу жизнь последствия. Признание этого факта – это уже путь к изменению или к улучшению своих приоритетов. Давайте попробуем проанализировать наши приоритеты в жизни. Если мы разобьем все наши приоритеты просто на две категории, чтобы было проще и короче. Первый вариант – это жизнь ради себя и ради своих. Второй вариант – жизнь ради Бога и ради ближнего. Итак, два варианта, две главные категории. Жизнь ради себя и ради своих. И жизнь ради Бога и ради ближнего. Итак, давайте перечислим несколько таких жизненных вещей. Например, учеба и карьера. Ради кого? В чем приоритет? Какая финальная цель? Ради себя? Заработать деньги, иметь профессию, хорошо обеспечить своих детей, свой дом, свою семью. Нормально. В этом нет греха. Или наоборот, заработать деньги, извиняюсь, получить карьеру, выучиться, чтобы иметь flexible schedule на работе. Чтобы можно было больше иметь время в церкви, в служении. В чем приоритет? Или туда, или туда. Второй вариант – дети или семья. Все ради себя, ради своих. Своих детей в лучшую школу, в частную школу, в музыкальную школу. Мы для них все платим, чтобы они выросли, были хорошие, молодцы. Для кого? Для нас, для остальных. Или. То же самое мы делаем, но для того, чтобы дети выросли христианами. Чтобы мы никогда не назначили никакую репетицию во время служений. Если мы своих детей сдали на спортивный кружок, чтобы это не было во время церкви, во время служения. Если мы сдали детей еще на какое-то мероприятие, чтобы мы их не приучали, чтобы пропускать церковь, это окей. И в том и в том направлении можно работать. И это определяет наш приоритет. Друзья, спорт, хабби. Тоже. В основном все как бы подходит для себя, для своих, для меня. Дальше. Церковь, служение, Библия, молитва. Конечно, это относится уже больше к духовной части. Работа, бизнес. Для себя заработать, заплатить билы, за свои билы, за свой дом, за свою машину. Выплатить свою кредитку. Как будто бы все для себя. Это определяет нашу жизнь, наш график, наш стиль. Или наоборот. Я зарабатываю. Да, это нормально. Заботиться за свою семью. Об этом тоже говорит Библия. Но я также жертвую. Я также стараюсь найти работу, которая мне будет давать приоритет служению церкви. Я также постоянно, регулярно жертвую на дело Божье и так дальше. И так в любом, в любой сфере мы видим, что мы можем определиться. Еще можно, например, продолжить. Некоторые люди говорят, я просто хочу спокойную среднюю жизнь. И здесь снова задается вопрос, для кого? Для себя и ради своих или для Бога и ближнего? И тоже мы сразу попадаем в какую-то из категорий. И это влияет на наши приоритеты, стиль жизни. Еще как можно узнать, в чем мои приоритеты? Приоритеты – это то, что человек делает регулярно или постоянно. Если вы посмотрите на ваше расписание недели, то если для вас что-то является приоритетом, вы эту вещь, вот это что-то будете делать регулярно и постоянно. Дальше. Приоритеты. Если для вас что-то является приоритетом, то вас не нужно это заставлять делать. Третье. Если для вас что-то является приоритетом в жизни, вам не нужно об этом напоминать. Или наоборот. Вы знаете, что, например, родители, или еще одно, если для вас это является приоритетом, очень важным и главным, вы об этом будете советовать другим так делать и поступать. Родители, правда? Они понимают, что в жизни важны, а дети нет. Родители советуют своим детям, постоянно им говорят, что важное, что главное, а дети нет. Точно так же и в нашей взрослой жизни. Если для нас что-то является приоритетом, мы будем об этом, возможно, свидетельствовать другим. Для нас, для верующих людей, для христиан, мы знаем, что есть базовое. It's basic necessity. Это основа любого христианина. Это Библия и молитва. Библия и молитва. Христианская жизнь невозможна. Невозможна без Библии и молитвы. И вопрос очень простой. Является ли для нас это нашим приоритетом? Вы знаете, есть одна такая аппликация на телефоне, которая называется Toggle. Сейчас, возможно, вы увидите этот слайд. И в чем суть этой аппликации или программы одной на телефоне? Что все, что вы делаете, вы можете записывать до секунды в течение каждого дня. Потом, например, вы пошли, сели покушать. Потом вы на телефоне провели время. Потом вы просто посидели, поболтали с кем-то. Потом у вас был обед. Потом у вас было еще что-то. Потом вы просто на интернете проверяли имейлы и так далее. Потом вы молились, читали Библию. И в конце недели вы можете получить репорт до секунды. Эта программа сама вам разобьет все, что вы делали в течение дня, недели или месяца. Однажды я своим сотрудникам сказал, мы сегодня, друзья, будем говорить на тему time management. Как правильно распоряжаться своим временем. И вот эта штучка, она показывает, на что уходит наше время в течение дня больше всего. Если вы желаете, можете ее себе приобрести и попробовать. Нужно привыкнуть, правда, много кликать вначале. Но потом получается красивый репорт. Итак, первый факт, это то, что я не анализирую мои приоритеты до тех пор, пока я не почувствую последствия. Факт номер два. Если для меня что-то не является приоритетом, то это не правда, что я не успеваю. Часто мы в жизни говорим, правда, что я не успеваю. Я не успеваю. Смотрите, сегодня в жизни от каждого среднего человека очень много ожидается, правда? Чтобы он был умным, образованным. Надо учиться в колледж. Нужно брать хоумскул, онлайнскул. По-любому надо учиться. Еще от человека ожидается, чтобы он был достаточно здоровый. Значит, нужно заниматься спортом, ходить в фитнес, в джим. Значит, на это тоже надо время. Еще от человека ожидается, чтобы он был в курсе всего, что происходит в мире. Нужно быть как бы на уровне со всеми. Нужно читать новости. Для этого тоже нужно время. А еще нужно проводить время с детьми, с женой, с семьей, с друзьями. Нужно быть в церкви. Еще нужно быть в служении. Нужно читать Библию. Бегать в колледж. Иметь работу. Две работы. Также полезно читать книги. И так далее, и так далее. Как все успевать? Как все успевать? И мы часто говорим, что я не успеваю. А Библия говорит, успеешь, успеет. Знаете, где это написано? Читаем с вами Псалом 1 по 3 стих. Написано там так, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа Бога воля его, о законе, о Библии, размышляет он день и ночь, и будет он как дерево. Посаженное. И дальше заканчивается этот стих. И во всем, что он не делает. Что? Громче. Давайте еще громче. И во всем, что он не делает, успеет. Оба-на. А мы не успеваем. А написано в Библии, успеет. В английской Библии написано, что he will accomplish. Он будет преуспевать, будет успевать, будет заканчивать. Но для нас, славян, написано успеет. Мы же более заняты. В русском переводе написано, успеет. А как? А я не успеваю. Вопрос, кто успеет? Кто успеет? Написано в Библии о ком? Кто успеет? Праведник. Написано, блажен муж. Blessed is the man. Righteous man. Праведный, благословенный человек. Он успеет. Не просто кто попало, но именно праведный человек успеет. И здесь снова появляется вопрос. Подождите, подождите. Нет, нет, нет. Это же нереально. Нереально все успеть. Но вот секрет в чем. Секрет очень-очень простой. Для простого, среднего или грешного человека его приоритеты очень сильно отличаются от праведника. У праведника для него приоритет, как мы читали в Библии, он закон Библию. Читает, размышляет и многие вещи не делает. Заметьте, там идет акцент в Библии не в том, что праведник делает. Я делаю спорт. Я делаю кушать. Я делаю жене помогаю. Я делаю уроки. Я делаю в калыч хожу. Я делаю в церкви. Я много делаю. Не в этом Библия говорит. Библия говорит, что он не делает. Не делает. Я то не делаю. Я вот то не делаю. Я вот туда не хожу. Вот это не смотрю. Вот там не сижу. Вот это нет. Вот этому нет. Нет, нет. И поэтому он успеет. Вот почему он успеет. Потому что у него другие приоритеты. У праведника другие приоритеты. А теперь самая главная мысль, дорогие друзья. Праведник успевает не потому, что он все успевает, а он успеет все, что должен успеть праведник. По приоритетам. Вот это он успеет, остальное, возможно, не успеет. Но все самое главное, он успеет. И каждый раз, когда вы говорите про себя вслух другим, я не успеваю, небольшая беда. Главное, что ты не успеваешь. Как праведник успеваешь ли ты или нет. Потому что Библия говорит, что он размышляет о законе. Он читает закон. Он там не сидит, там не ходит, на фейсбук, на муви, на то, на сё. Не тратит кучу времени. И вот почему он успевает. Потому что его приоритеты как праведника. Он успевает. Но это не значит, что он все успевает. Если для тебя в твоей жизни приоритет Библия и молитва – это база, основа для всех христиан, то ты это успеешь как праведник в любом расписании дня. Если это приоритет праведника. Хочу вам показать визуальный пример. Я приглашаю пару волонтеров на сцену. И мы с вами увидим, как иногда на практике люди не успевают. Как иногда люди рассказывают о том, что они не успевают, и у них на это есть определенные причины. Вот здесь вот справа от меня стоит человек, который представляет время, которое мы тратим ходить в спортзал, в фитнес или в джим. И приблизительно на это уходит 45 минут. Дальше здесь возле меня находится еще пару людей, которые представляют простой breakfast – завтрак. И мы на это тоже тратим минут. Кто кушает быстро – 10 минут. Кто кушает и бекон, и яички – 20 минут. И на это тоже уходит время. Дальше у нас еще здесь одна интересная личность, которая вообще не обращает внимания ни на кого. Это называется наше время, которое мы тратим на куда? Наш любимый, наш любимый телефон. И этот телефон, в нем есть сколько вещей, что там можно утонуть, пропадать, не вылазить, не смотреть на людей, не замечать людей, не здороваться с людьми. Там есть социал-медиа, там есть фейсбук, одноклассники, контакты и так далее. И на это тоже уходит, ну, 20-40 минут и так далее. Еще здесь возле нас есть один человек, который говорит постоянно, что я, 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 я. Вот наш праведник, познакомлюсь с вами. Это мы с вами, друзья. И мы с вами постоянно говорим, что я вечно что-то не успеваю. Но давайте посмотрим дальше. Вот здесь среди нас есть, называется, сон. Мы все любим спать, и спать надо. И на это мы тоже тратим определенные часы. Но у нас всегда есть вариант и выбор поспать на минут 15-20 меньше, встать раньше или встать позже. Ну и, конечно же, самый последний наш тоже оригинальный, оригинальная личность, время, которое мы тратим на быть в курсе всего. Это новости, события, телевизор, ну и так далее. И вот теперь, друзья, когда мы проснулись утром, и мы сегодня пришли на конференцию на тему приоритеты. И мы с вами говорим и заявляем, я не против читать, я не против молиться, я ничего не против, но есть серьезная причина. Причина в чем? Я не успеваю. А что Библия говорит? Праведник что? Успеет. Значит, у нас с чем проблема? Пойдем дальше. И теперь, значит, у нас есть выбор. Мы проснулись утром, и у нас есть выбор. Идти в джим или не идти? Расскажу вам одну историю. Я начал ходить в джим, фитнес. Не смейтесь, я расскажу, я объясню. Знаете, что я понял? Что люди, которые ходят в джим, и по ним, если по ним не видно, надо вот что отвечать. Я хожу не ради показухи, я ради здоровья. Так и я хожу. И если вы до сих пор не верите, то у меня есть свидетели. Но вот в чем вопрос. Четыре месяца назад я начал. И скажу вам правду. Раньше я по утрам молился. Потом я решил заняться, добавить что-то на свой список приоритетов жизни. И начал ходить в джим, фитнес. Я вам скажу, что там сидит моя жена, то она знает. Когда я первый раз пришел с джима, как вы думаете, какая была моя молитва? Господи, помилуй, дай силы встать. И так было несколько раз. Обычно я лежу и в себя прихожу. Но интересный факт. Я на это трачу приблизительно 45 минут своего времени. Хотя приходится вставать в 6 утра. В 6 утра я вставал. Дальше. Я иногда раньше мог вообще не кушать завтрак. I could skip breakfast easily. И что я приобретал? 20 минут спокойно своего времени я приобретал. Дальше. У меня есть тоже телефон, тоже такой смартфон. И я... Ну, у меня, наверное, все есть аппликации там. И я тоже иногда проверяю. Мне надо прочитать все месседжи, все посты. Иногда нужно ответить. Иногда начинаешь проверять. Оно там включается в видео. А ты это видео даже не хотел смотреть. Но ты это видео начал смотреть. Думаешь, ну ладно, дай досмотрю. Досмотрел. Потом включилось другое видео, которое ты вообще даже не заказывал. И ты начинаешь смотреть, смотреть. И ты посмотришь, что ты уже минут 15 так завис просто на телефоне. Ну и, конечно, всегда есть выбор. У меня встать в 6 часов, в 6.15, поспать. Больше и всегда я регулирую этим временем. Что я могу сделать? И давайте мы с вами решим, что вы... Для вас вы люди духовные. Вы не ходите в спортзал. Вы читаете Библию и молитесь. И что вы приобрели? 45 минут. Классно. 45 минут у вас уже появилось. Если вы не ходите в джим или в фитнес. Давайте, допустим, мы решим, что вы не будете кушать завтрак. Ради чего? Ради духовного. Но давайте не будем портить настроение никому. Завтрак оставим. 20 минут ваших. Окей? Хорошо. Дальше. Время, которое мы тратим на телефоне, проверяем месседжи, фейсбуки, все-все-все, что у вас есть, мы проверяем. И вдруг мы решили, мы не хотим больше это делать. И мы вот эти 20 минут, 15 минут, 40 минут, мы их не будем тратить на это. И мы будем это тратить на молитву и на Библию. Дальше. Мы с вами после конференции решили, я буду раньше вставать. Конференция приоритеты. У меня приоритеты изменятся. Я буду по-любому раньше вставать. Спросите у соседа, состоится это или нет. Но вы решили. И дальше вы берете 20 минут, 15 минут. И вы это время отдаете. И вы решаете, что вы это время будете жертвовать на молитву и чтение Библии. Перед вами праведник. Это мы с вами. О котором Библия говорит, что они все-все-все успеют. Ну и новости, не знаю, будем менять, будем отрывать, нет. Ну ладно, давайте побудем хотя бы недельку без новостей, ладно. Вам все равно в церкви все расскажут. Все равно вам на работе расскажут, поверьте. Даже если вы их не читаете, все равно говорят, а ты слышал? Нет. Ну так услышь. И все, и вас сразу в курс дела вводят. Но допустим, мы решим вот что. 45 минут в джим. Я в джим все равно не хожу, ко мне это не относится. Раз, убрали. Дальше. Телефон, новости, я все равно, ну что у нас там еще есть? Я телефон или я газеты не читаю. Тоже возьмем раз, убрали. Но у нас все равно еще остается 15-20 минут лишнего экстра времени, которое что мы взяли? Отсюда забрали и сюда переставили. Какой вывод, друзья? Послушайте внимательно. Если для меня это что-то является приоритетом, то правда не в том, что я не успеваю, а правда в том, что я выбираю. Давайте скажем еще раз вместе. Правда не в том, что я не успеваю, а правда в том, что я выбираю. Факт номер два какой? Что если для тебя что-то является приоритетом, то это не правда, что ты не успеваешь. Don't lie to yourself. Don't try to find excuses for yourself. Если для тебя это приоритет, ты найдешь время, ты заберешь время, ты вырвешь и ты его переставишь. It's not true that you don't have time. The truth is that it's just not your prime. And this is the reason. Спасибо, дорогие друзья, вы можете присаживаться. Третий факт. Что для нас, что мы можем сказать о приоритетах? То, что для меня является приоритетом, оно не зависит от обстоятельств. Факт номер три. То, что для меня является приоритетом, оно не зависит от обстоятельств. Например, питание. Мы все понимаем, это важно. Food, food, food. Надо, чтобы все поняли. Это для нас важно. И независимо жарко, я все равно буду искать кушать. Холодно, все равно буду искать кушать. Поехал в другой штат, на кемп, больной, живой, здоровый. Всегда мы ищем, потому что для нас это приоритет. Точно так же время, которое мы тратим на любую вещь, если для нас это является приоритетом, то мы в любое время будем это делать. Даже мы будем проверять телефон, даже когда Wi-Fi нет. Все равно we will use our data, but we will check our messages. Мы все равно это сделаем. И в конце, давайте посмотрим один пример из Библии. Например, Даниил, книга Даниила, 6 глава, 10 стих. Написано так, об этом муже Божьем, что для него был приоритет молитва. Написано в Библии, что он молился Богу три раза в день. У него был schedule, для него это были приоритеты. И в Библии написано, что он это делал, написано три раза в день, преклонял колени и молился своему Богу и славил Его, как это делал он и прежде. Вот эта деталь важная. Что важно? Что для него это был стиль жизни не только на конференции, не только месяц после конференции. Это был стиль жизни его давным-давно, и он это продолжал делать. Написано, что он это делал. И теперь смотрите, его жизнь, анализ. Для него это был приоритет, и потом что случилось? Его взяли... Сначала было все хорошо, он молился. Потом его взяли в плен. Помните, да, так пишет Библия. И там он попал в трудные обстоятельства, в плену. И он там продолжал молиться. А дальше было еще сильнее, еще труднее. Сказали, кто будет молиться, тот умрет. Объявили, может быть, диагноз, приговор. И что он делал? Он продолжал молиться. Давайте сделаем быстрый анализ. Все было хорошо, он молился. Поменялись обстоятельства, он молился. Переехал в другой штат, он молился. Начал проходить учебу, курсы, тренинг. Там же их обучали при царе, помните, да? Там нельзя было просто так прийти. А мы, когда берем классы, уроки, наши приоритеты меняются, правда? Мы делаем уроки, да познаю. Уже Библия, молитва, уже все уходит на второй план. У него это оставалось. Как он это делал и прежде. Значит, какой вывод? Что если для нас что-то является приоритетом, обстоятельства, трудности, ничего не повлияет на это. Если это по-настоящему приоритет. Это факт номер три. Если для нас Библия и молитва это приоритет, то нас ничего не остановит. Нас не остановят маленькие дети. Потому что мы будем мыть посуду и слушать Библию и проповедь. Мы будем качать ребенка и мы будем слушать Библию и проповедь. Мы будем работать тракистом и мы будем смотреть проповеди, как мы смотрим фильмы. Или вообще тракистом нельзя же вроде бы смотреть. Но можно слушать, слушать, назидаться. И это тоже для нас будет полезно, если для нас это приоритет. И также можно говорить о расписании, о всем. Ничто не повлияет на нас, если для нас это приоритет. Факт номер четыре. Чтобы изменить мои приоритеты, нужно либо откровение, либо потрясение. Как вы думаете, вся конференция, все посвящено этому. Больше ста волонтеров, спикеров, гостей съехалось и съедутся еще сюда. И как вы думаете, после этой конференции сколько человек поменяют свои приоритеты в жизни? Второй вопрос. Как надолго их хватит? На неделю? На две? Чтобы мои приоритеты изменились, мне нужно либо откровение, либо потрясение. Стресс, беда, кризис. Вспомните тех людей, которые сильно изменились. Вы обязательно вспомните, что у них в жизни случилось или произошло. Я иногда работаю с молодыми семьями, осознаю и знаю, что их приоритеты к Богу очень сильно изменились. Но это все было ценой развода, страданий, измены, депрессии и ада на земле. Стресс, потрясение. Да, мы это понимаем, но мы также понимаем, что и для себя важно признаться, что же на меня повлияет, чтобы мои приоритеты изменились. Или откровения, или потрясения, и они точно изменятся. Сокращая немножко времени, время, последний пункт, что такое пять фактов о приоритетах, это правильный библейский приоритет. Это искать прежде Царствия Божия. Матфея 6 глава написано, 33 стих, ищите прежде Царствия Божия. И все остальное, все это приложится вам. Ищите прежде, первым, самым главным. В английской Библии написано, seek the kingdom of God above all, прежде всего. В другом переводе написано, seek first the kingdom of God. Первое, ищите Божье, Царство Божье. Seek something godly first. А все остальное приложится вам. А что это все остальное? Если вы будете читать эту главу, то там написано, одежда, питание, еда, наши земные заботы, и все, что нам необходимо. Как будто бы Христос пытается убедить нас, христиан, что, дорогие друзья, я вас умоляю, не впадайте в материализм. Я позабочусь. Я позабочусь. Пусть Бог для вас и Библия, и Божье, Царство Божье будет приоритетом. Остальное я позабочусь. Да, сын мой, вижу, как ты пашешь. Вижу, как ты, слышу, как ты жалуешься. Но ты же сам все тянешь. А я тебе говорил, я позабочусь, я. Возьми меня первым в свою жизнь. И будешь ты иметь же успех, только уже со мной. А так сам пашешь. Сам, да, и жалко. Жалко. Так хочется объяснить. Приоритеты. Измени, сын мой. Поменяй. Время переставляй. Ищи прежде Царствие Божье. И все остальное приложится тебе. Как легко это узнать, когда вы выбираете место жительства, где жить, в каком штате и городе. Что для вас первое место стоит? Работа или церковь? Почем вы определяете, где вам жить, в каком городе? Второй вопрос. Когда вы делаете ваше расписание, работа, учеба, кружки с детьми, что для вас приоритетом? В какие дни проходят служения? Или церковь никуда не денется? Все это определяет. Библия говорит, ищи прежде Царствие Божье. Первое. Seek the kingdom of God before all, before anything. Да, мы можем зарабатывать деньги. Да, мы можем впадаться в заработки, но потом, мы знаем, 2008 год, как мы, многие стали банкротами, потеряли дома, рухнула экономика, потеряли бизнеса. И Бог снова говорит нам то же самое, повторяя снова и снова эти простые истины. В Библии написано в Псалом 33. Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Опять, говорится, здесь идет речь о материальном, что Бог позаботится о тебе и о твоей семье, если ты будешь первая искать Бога. Если тебе трудно вставать утром, ты будешь молиться и читать Библию вечером. Не можешь вечером, будешь молиться и делать это утром, но для тебя это будет приоритетом. И каждый раз, когда ты говоришь я не успеваю, всегда себе говори это неправда. Пять фактов. Let's recap. Давайте сделаем итог. Какие пять фактов о приоритетах? Номер один. Я не анализирую мои приоритеты до тех пор, пока я не почувствую последствия. Номер два. Если для меня что-то является приоритетом, то это неправда, что я не успеваю. Библия говорит успеет. Праведник во всем успеет. Но он успеет не как обычный средний человек. Он успеет как праведник, потому что у него другие приоритеты. Он возможно не все успеет, но самое главное он успеет. Главное, чтобы главным оставалось главным. Третий факт, что для меня является приоритетом, оно не зависит от обстоятельств. Если это для меня является приоритетом. Четыре. Чтобы изменить мои приоритеты в моей жизни, мне нужно что? Откровение или потрясение. Что мы выбираем? И последний факт. Правильный библейский приоритет прежде. First. Первое. Ищи Бога. Ищи Бога. Первое. Пусть это будет превыше всего. Всегда в твоем графике. И Библия говорит, ты будешь благословен и блажен. Пусть, друзья, вас всех Бог благословит, чтобы после этой конференции у всех у нас наши приоритеты изменились, но не через потрясение. God bless you. Amen. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова